В Уральске половина лифтов выработала 25-летний срок эксплуатации. И ситуацию уже давно можно назвать критической. В этой сфере царит полная неразбериха. Часть подъемников находится на балансе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. Часть на балансе КСК. Путаница длится годами. Подлежат замене 152 лифта. Есть эксплуатирующие организации. Эти 152 лифта подлежат просто-напросто замене. Не то, что там ремонтировать. Они непригодны для ремонта. То есть они свои и моральные, и материальные сроки, все там уже прошли, они подлежат замене. А те, которые могут быть отремонтированы, таких 15 лифтов. В Уральске насчитывается порядка 400 лифтов. 40% из них нуждаются в замене. Но изношенные механизмы день за днем продолжают испытывать на прочность. Сейчас мы находимся в самом сердце машинного отделения лифта. Вот этот механизм начал работать еще 30 лет назад. Механики говорят, что здесь все держится на честном слове. Владимир Бедарев специалист с почти 30-летним стажем. Он отмечает, что за техническое состояние обслуживаемых им лифтов отвечает головой. Но вот молодым технарям ветеран не доверяет. Говорит, они относятся к работе без должного внимания. Конечно, ремонт проводили, меняли сальники, это все. В основном-то он еще относительно нормальный. Когда ремонтируешь его, вот эту причину ищешь, ездишь по шахте лифта, то есть на режиме ревизии. Здесь ставят перемычку на станции и ищешь. Там, скорее всего, получилось. Он, может, нашел все это. А перемычку забыл поставить. Наверное, молодой памятник какой-нибудь. Это потому что это должно быть как бы в кровь войти. Конечно, беспокойство. Но у нас и лифт хорошо работает. Мы сами это отремонтировали. Жильцы скинулись, ему отремонтируют. Сейчас нормально работает. Стоит напомнить, что недавно в октябре молодая женщина погибла в лифте. Неисправный подъемник тронулся в тот момент, когда пострадавшая пыталась в него зайти. Роман Копняев, Айбулат Жегепар, Александр Грабарев, ТДК-42.